День физики и химии День физики и химии День физики и химии Сегодня, конечно, были самые разные направления обсуждений, но то, что мы рассматривали на моей лекции, это общая перспектива изменений, происходящих в обществе. Эти изменения все нарастают во всех сферах жизни, начиная от питания до политики. И в основе большинства этих изменений лежат информационные и коммуникационные технологии. Компьютерные, но компьютер уже настолько обобщающие понятия, вот здесь компьютер, здесь компьютер, здесь компьютер, везде компьютер. А компьютерные технологии, в их основе лежит информатика, информационно-коммуникационные технологии, а в их основе лежит математика. То есть, вот esto мы опять сходим к фундаментальной области, которая называется математик, математическое образование. Сейчас страна задает стратегию своего развития на ближайшие десятилетия, по крайней мере И в этой стратегии принципиальную роль играют, конечно, опять-таки информационные технологии То есть, всюду говорят, что образование наш ключевой ресурс И образование невозможно при информационных технологиях Артем Семенович упомянул о концепции развития технологического образования Поскольку технология сегодня немыслима без информационных технологий То и школьное образование, и школьное технологическое образование немыслимо без информационных технологий И, безусловно, в школьном образовании должно быть, наверное, аккуратное выпиливание лобзиком чего-нибудь И другие ручные умения и искусство Но все-таки информационные технологии становятся основой для школьного технологического образования А это образование, в свою очередь, из своего положения, где-то, прошу прощения, на задворках школьных курсов, становится, может быть, центральной темой вообще школьного образования в целом, где-то объединяющей физику, химию, биологию, естественно, науки, математику, традиционной специальной информатике в один комплекс, который во всем мире называется с тем и с тем образование. Более того, программирование, которое вошло в нашу школу в середине 80-х годов вместе с Андреем Петровичем Яшовым, сегодня становится очень популярной темой во всех школах всего мира, и в Россию, мы уверены, тоже оно вернется и как попутная деятельность, внеурочная, и как основное школьное занятие. И, наконец, мы видим, что сегодня нарастает тенденция, когда школьник, он одновременно и учащийся, и на самом деле делатель чего-то, в частности, просто программист, уже начинающий работать. Вот, например, у меня замечательный программист, вот Руслан Сулейманов, ты его знаешь, он начал программировать коммерчески в 12 лет. 12 лет у него был первый денежный контракт, разумеется, за кэш, его нельзя было оформить на работу, но он программировал, за деньги уже работал, а сегодня он блестящий руководитель команды программистов. Таких примеров много. С третьей стороны, роль учащегося совмещается с ролью учителя. То есть, сегодня же мы упоминали о том, что наши дети уже могут научить чему-то учителя, помочь ему в создании какой-то презентации, выложить какую-то информацию в сеть и так далее. Починить какое-то устройство, поправить какую-то неправильную настройку в программном продукте и так далее. Поэтому вот эта многообразная роль учащегося, это тоже часть такой технологической трансформации, в которой мы сегодня находимся, и которую предсказывал когда-то Лев Семенович Выгодский. Помню, что вот 10 лет назад в рамках марафона, наше 17-е марафон, я спорил с тезисом о том, что нужна всеобщая грамотность с точки зрения программирования. То есть, ну, всем программированием... Ну, как Ершов говорил, программирование, а вторая грамотность. Да, а мы вот пользователи, говорил я, сейчас так изменилось компьютеры, что никому не надо разбираться, что там внутри и так далее. И вдруг мы пришли к миру, в котором, если человек не понимает программирование, то есть мы сегодня не можем в стране найти достаточно программистов, даже до самых базовых вещей. Стоимость программистов сегодня выросла настолько, что мы с того него со станками, вот раньше станки покупали, сейчас программист, и их нет. Ни за какие деньги мы сегодня не можем найти, это говорит о том, что каждый бизнес сегодня программист. И я готов взять любого человека, плохого журналистного, хорошего программиста, на позицию журналиста, потому что программируем, гораздо эффективнее все делается. Да, это безусловно. И в этом смысле то, что мы все еще находимся на таких довольно пионерских позициях в смысле информатики в начальной школе, вот, где, опять-таки, начиная с Андрея Петровича Рашова, был запущен очень важный процесс. Вот сегодня Краснодар Георгий Кушниренко говорил, все, для начальной школы у нас есть прекрасное содержание, связанное с программированием, информатикой, развития ребенка в целом, развития его мыслительных, способностей когнитивных и так далее. Да. Хорошо. Так что мир меняется, и вот то, о чем мы сегодня все вместе говорили, что нам мир представляет сегодня примеры таких уже изменений под воздействием информационной всей инфраструктуры, что мы, не то, что мы не сомневаемся, а мы, безусловно, сегодня переоткрываем природовство вещей и переоткрываем способ жизни. И в этом смысле я уверен, что очень скоро это произойдет в школе. То есть я не знаю, о чем я говорил, хотя мы можем отдельно про это разговаривать, но чувствуется, что в школе серьезные изменения. Они не в том смысле, что исчезнут классы, исчезнут школы, а они в всем другом. Как вот появление оберы и таксистов, о чем я говорю, самоуправляемых, это по-другому, чем мы представляли раньше. Да, но ясно, что... Я тоже думаю, что вот ускорение изменения в жизни, на фоне того, что школа меняется не быстрее, чем с поколениями, все-таки приведет к тому, что школа начнет меняться с годами, и мы этого ожидаем. Быстрее, чем с поколениями. Да, быстрее, чем с поколениями. Спасибо большое. Это было включение с 16-го Московского педагогического марафона, и ждите следующих включений. Спасибо. 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 Спасибо.